всем приветики друзья ой с чем я вас сейчас познакомлю уже конечно всем блогерам в округе пришло нам мне пришло только что до дошло до меня видимо плохо работаю самом конце плетусь мне пришла хлебопечка на обзор друзья я тоже так хотела ее вы спросите зачем тебе хлебопечка ты и так печешь хлеб друзья наконец-то я перестану ходить с духовкой на работу засыплю все суда включу время отложенный старт насколько и она мне испечет хлебушек например к обеду посмотрите какая красота печечка оберхов он верхов посмотрите я думала она такая сложная в этом в использовании так все просто 15 программ выбираешь свое можно любой хлеб и спечь можно поставить любой любой тесто можно йогурт и десерт джем кекс выпечка все что хочешь можно отложенный старт можно корочку представляете хлеба бы свою выбрать три вида значит там светлая чуть потемнее и темная корочка естественно мы будем темную корочку выбирать посмотрите какой дизайн красивый очень прочный металл нержавейка вот такая внутри чаша сегодня я в обед тоже поставлю хлебушек испеку попробую но вам чтобы было интересней я покажу поставлю тесто на беляшики обалденное тесто будет вы такого еще не пробовали вместе поставим такая чаша антипригарная друзья все прочная прям ножки на присосках устойчивый ничего не будет прыгать шнур очень длинный почитала отзывы просто положительные отзывы об этой хлебопечечки окошечко сюда можно смотреть что делает мне тут тесто места мало смотрите даже ящичек для орешков засыпал сюда орешки поставил время и когда придет время там например не сразу же надо орехи запускать он откроет и бросит орешки изюм что хотите сухок сухофрукты в тесто когда ему надо будет красивая легенькая надо маме такой подарить обязательно хлебопечечку это вот вообще такая помощница мне же вечно некогда вечно мы без хлеба сидим а тут поставила заказала ему время загадала завела чашечка вот так сейчас я покажу друзья давайте замешивать быстренько тесто я такая наглая друзья у меня еще старое мясо есть но я взяла свеженькая сегодня от телочки хочу попробовать беляшики со свежего приступаем замесу самых вкусных самых лучших беляшиков так я уже просеяла вот сюда три стакана муки обычных это на 200 граммовый высыплю сюда вот кстати в комплекте идет вот такая мерная ложечка вот это идет как одна столовая это как одна чайная так удобно 150 миллилитров молоко плюс вода тепленькая вообще написано в муку надо добавлять дрожжи не знаю я наверно в молочко тепленькая полторы чайной ложки сухих дрожжей сахара две столовые ложки соли полторы чайной ложки тоже полтора часа и тесто будет готова так все положено подсолнечное масло 3 столовые ложки все приходится сразу добавлять ложечки и отправляем сюда муку эти наши три стакана это еще не все покажу что дальше так все все подвигаем сюда еще раз посмотрите какая красивая какой дизайн устойчивая все я уже включила открываем вот так немножко бочком ставится корзинка и поворачиваем ее хоп повернули закрываем так мне нужна программа номер восемь сейчас поближе посмотрите поближе какие программы здесь я возьму номер восемь замес пусть замешивает так вот здесь еще кнопочки меню цвет вес вес выбирать можно хлеба 500 700 килограмм выпекать время а здесь еще можно видите цвет это три вида корочки светлая зажаристая и там совсем зажаристая потемней и так крутим вот это меню и выбираем программа нам надо восьмую программу вот 15 минут и нажимаем сюда старт все перемешивает сейчас вам покажу все пошел замес так друзья вот так когда уже пошло добавляем сюда 150 миллилитров кипяточку пошли вот такие катышки и все пусть замешивает закрываем должен собраться комочек вот уже 13 минут видите это этот значок что идет замес на первом этапе единичка закрываем не мешаем посмотрите как он шустро мешает замешивать тесто электро веник я уже своими делами занимаюсь кручу фарш мою посуду ладно не будем отвлекать мешать ибо печка пропищала что все закончила собрала в комочек отличное тесто здесь так тепло на видать температурку тут держит все я закрываю пусть подымается я уже накрутила фарш со свеженькой говядинкой пока уберу в холодильник мне нужно приготовить на обед суп и потом займусь беляшами как раз за часок мы пообедаем за полтора все приберусь и будем выпекать 25 минут всего прошло уже как подымается ну надо нам чтоб он хорошо забродил а мы с вами друзья сейчас будем печь медовый торт по моему рецепту очень бюджетный рецепт так ставим на водяную баню замешу хотя бы сейчас тесто на тортик не теряю времени так кладем в железную чашечку 60 грамм маргарина 2 столовые ложки меда я прям с горкой не жалею стакан сахара сюда очень простой торт ставим на водяную баню все пусть все тает вот не смотрите тут у нас опять вода греется свекла супчик готов свекла на под шубой картошка все отварено уже все мы привыкли без воды нам как будто и не надо бы даже не будем включать даже когда дадут так что нормально растворился маргарин добавляем сюда 2 чайные ложки соды негошеные она загасится от меда посмотрите будет увеличиваться в объеме менять цвет как только в два раза увеличится масса снимаем с огня посмотрите как пенится все начинаем потихоньку постепенно вводить муку до мягкого теста вот небольшой такой тортик получится у нас убираю пока в мешочек потому что у меня подошло тесто нужно выпекать беляшки друзья за я забыла вам сказать даже не засняла что я добавила 2 яйца в тесто так что не забудьте два яйца здесь друзья сейчас запущу сюда хлебушек выпекать булочку на ужин покажу вам уже готовый результат даже мыть не буду сейчас вас кида ой тесто прекрасное вообще тесто изумительно беляшки я все хочу вот так вот научиться как вот так вот делают короче раскидаю сейчас как могу у меня сегодня круглые беляшки что захотелось круглый хотя я всегда треугольные пику сергей скажет опять экспериментируешь все слепляем вот так вот немножко придавливаю и укладываю сюда сейчас прикрою вот эти осталось мне 6 штук раскатать будем выпекать выпекаем хорошем количестве масла я в чугунной сковородке глубоко сегодня что-то решила прикрываю крышкой чтобы все пропеклось хорошенечко так 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 беляшков получилось крупных прекрасное тесто друзья вообще сейчас я вам разломлю покажу вот почему я не люблю круглые беляши вот здесь тоненько вот здесь получается где собираешь толсто ой ну вкусные вообще я уже куснула обалдеть спасибо хлебопедчик а такое тесто замесила 8 коржей у меня испеклись остаточки немножко делаем крем тоже очень простой очень дешевый но очень вкусный 3 ложки муки я прям с горкой взяла как бы нужно по хорошему сюда два стакана сахара но торт будет очень сладкий я не люблю когда крем тоже сладкий немножко он такой должен быть не совсем так стакан сахара друзья я вам все напишу подробно потому что я сегодня какая-то не сама не своя вообще много ошибаюсь я лучше вам торт напишу сейчас буду просматривать видео яйца не сняла вам все короче все напишу подробно под видео хороший такой тортик медовый будет так все вот это сахар с мукой перемешиваем и сюда отправляем два стакана холодного молока сначала стаканчик чтобы не было комочков очень воздушные коржики получились вообще невесомые прям можно взять венчик если возьму на венчик я сегодня вообще уставшая пока у меня в хлебопечке пекется хлеб я уже товар сбегала приняла тортик часочек еще и готов наш хлебушек и еще стакан молока и ставим на огонь начинаем уваривать начнет закипать это у меня все для подшубы селедка готова вот такой рецептик тоже себе в копилочку не долго положите очень-очень неплохой готовится легко и просто абсолютно затрат минимум начинаем мешать сварился крем вот такой гладкий получается слишком густой начинаем горячим прям промазывать сначала как всегда низ чтобы у нас не его зелон начинаем сюда укладывать и 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 украсила тортик как всегда остатками крошкой короче остатки от тортиков от коржей измельчила мелко сверху еще грецким орехом присыпала такой тортик очень очень мягкий к утру он будет вообще пропитанный вкусный так что-то у меня тут торчит немножко ну ладно уже не буду трогать вот такой тортик в 9 утра у мамы начала праздника сейчас вот в этот лоточек я сделаю селедку под шубой друзья первый слой у меня идет картошка второй слой селедка с луком смешиваю с майонезом потом значит третий слой яйца на селедку четвертый слой вареная морковка немножко и последний слой свеклы все тру сразу в лоточек ничего не приминаю чтобы был воздушный воздушный салатик друзья уже утро до следующего дня всем привет пол девятого посмотрите помидорки сделала под шубкой помидоры порезала майонез чесноком сыром присыпала можно еще укропом присыпать но там уже за столом мама принесет свежий укроп салатик так тут у нас кукуруза фасоль огурчик колбаска копченая чесночок и сухарики перед подачи перемешаем майонез естественно ну тортик вчера я вам показывала это под шубой вчера сделала такой красивый тоже очень вкусный мама значит картошку отварит я еще колбаску нарезала на стол вот где-то человек 12 13 вот такой у них пир будет сейчас все увезу помогу ей накрыть там где они будут отмечать и друзья вернусь к вам вчера просто не смогла видео выставить просто не было сил так что выставлю сегодня все друзья я маму посадила гулять пусть гуляют часочек у меня есть потом заберу посуду маму завезу домой ну и хотела подытожить друзья я вообще я такая довольная это такая штука классная хлебопечка девчонки у кого еще нет покупайте или там дарите кому-то вот на подарок вообще маме сестре я вчера и на беляши замесила тут тесто обалденно промешивать даже вот можно как тестомес замешивать тесто и даже на медовик я вот потом здесь промешивала все запустила и промешивала тоже отличное тесто получилось потом друзья все ж таки испекла хлеб я все боялась боялась думаю свет отключат вроде там пишут в интернете что там нету света сергей звонил на новом доме не осветок рыблин свет отключат и чем мне не промешает все боялась но потом вечером все-таки засыпала сюда все в общем не смотрела в рецепт все по-своему сделала чуть-чуть убавила тут вообще 50 рецептов таких интересных книжечки все перепробую обязательно зимой ну сделала по-своему немного прям залила маленькую булочку испекла друзья вот что от нее осталось у нас в общем вот такой классный мягенький получился хлебушек я в полном восторге и сейчас знаете еще что можно сделать вот например вы на работе да или там с утра нету хлеба на утро на ночь засыпали все включили отложенный старт муку все воду все 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 и он ночью подогреет водичку за месяц и там например к 6 утра вам испечет хлеб или вы ушли на работу тоже поставили отложенный старт пришли с работы вам хлебушек вот в простой же духовке испечешь например вот у меня несколько раз так было мне некогда вытащить я включаю электрическую таймер на 50 минут хлеб испекся я уже упорола куда-то мне надо уехать срочно приходишь открываешь духовку хлеб уже как бы влажный запотевший запотевает а здесь такого нет она будет постепенно постепенно снижать температуру и хлеб вообще ничего с хлебом не будет он будет такой же вкусный это что три степени прожарки корочки есть вообще классно я поставила вчера на самую сильную но все равно видите не совсем у нас еще и энергии не хватает здесь я знаю что все плохо пропекается в электро печки так что друзья пройдите по ссылке оставлю вам просто посмотрите что там есть там очень много товаров оберхов классный вот мне термопод пришел я довольна и очень классно просто посмотрите полазите там это недорогая хлебопечка по сравнению то что я видела там других магазинах электроники так что вам советую очень очень советую минусов пока не нашла одни плюсы только классная штука это вообще еще разберусь друзья еще не раз на моем канале мы с ней столкнемся встретимся ну штука классная еще хочу засыпать льняные семечки сюда потом хлеб с минными семечками чтобы испекся он когда надо потихонечку высыпет из этой коробочки диспенсера и с орешками можно тесто йогурт также можно залил молоко засыпал закваску все она тебе сделает йогурт когда тебе надо так что друзья на сегодня все мы сейчас с машей поедем вдвоем одевать ее и будем искать мы еще ничего не купили в школе поэтому сегодня наверно больше ничего не буду снимать хлеб есть беляши есть суп еще вчерашний есть все есть варенье сварила варенье разложу друзья и выхожу на два дня на работу так что если ее будет много этой работы я конечно дня на 3 уйду на выходные на работу не теряйте меня пожалуйста так что вот спасибо друзья что посмотрели это мое видео не ругайте меня то сейчас налетят хейтеры я сама люблю обзоры всегда смотрю мне тоже интересно что что люди делают что покупают чем пользуются так что спасибо что посмотрели мы вас очень любим всем пока